Ребята, всем привет! С вами Дима. И сегодня мы рассмотрим новый бюджетный телефон от компании Poco, модель, которая называется C40. Этот телефон вообще доступен в двух вариациях. Это 3.32, 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной памяти. Ну, это уж вы понимаете, совсем уж мало, да, для 2022 года. Стоит такой телефон всего 8600. Цена, конечно, привлекательная, меньше десятки. За новый телефон, за новую модель сразу все заинтересовались, да. 8600. Но есть также, мне кажется, еще более интересный вариант. Это 4.64, при этом цена всего лишь примерно на 400 рублей больше. Продается телефон в черном цвете и вот в таком вот зеленом. Бывает еще в желтом, но желтый редкий цвет. В общем, до 10 тысяч его вполне реально купить. Либо версию 3.32, либо версию 4.64. Лучше брать 4.64. У меня как раз такая версия. Цвет называется Coral Grill. Green, коралловый, зеленый. 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта внутренней памяти. Телефон с двумя сим-картами. Ну и давайте на него глянем. Итак, так как это бюджетный телефон, здесь есть несколько ограничений. Ну, во-первых, здесь нету силиконового чехла, который всегда идет с телефонами Redmi, Poco, Xiaomi. Здесь его просто-напросто нет. Придется его докупать отдельно, тратить еще какую-то сумму денег. Также здесь зарядка довольно-таки слабая сейчас по нынешним временам. Это 10-ваттная зарядка, то есть это даже нельзя назвать ее быстрой зарядкой. Зарядка медленная, но зато она хотя бы есть. Хотя бы блок питания уже включен в комплект. И кабель. Но кабель здесь не самый плохой. Это не microUSB, это уже современный кабель Type-C. Так что здесь все отлично. То есть по комплекту можно выделить то, что зарядка слабая и нет чехла. В остальном все нормально. Сам телефон упакован в пакетик. Достаем его. И вот так вот он выглядит. У меня телефон в зеленом цвете. Действительно красивый такой, приятный цвет. И мне очень нравится вот эта вот тенденция Pocophone. На новой модели M5 будет такое же покрытие. Делать пластик, вот эта пластиковая крышка, но имитация как будто это кожа. Если приглядеться в это покрытие, то здесь это реально имитация такой вот кожи. Смотрится прикольно, ощущается на ощупь очень прикольно. И мне кажется, это практичное покрытие, потому что оно не царапается, оно не пачкается. Ну то есть не оставляет на себе отпечатки. Ну может быть, конечно, зелененький будет пачкаться со временем, затираться вот здесь, да? Где он касается стола. Но если взять черный, черный вообще будет супер практичный. Но довольно скучный, честно признаться. Поэтому я решил взять немножко вот такой вот поинтереснее цвет. Здесь у нас камера из двух модулей, вспышка. Здесь сканер, находится отпечатка пальцев. Глянцевый, не нравится мне вот эта глянцевая поверхность. Она, конечно, вот сразу видно. На нее пыль налетела буквально несколько секунд после того, как я его распаковал. Сразу уже видно вся пыль, все отпечатки будут на ней видны. Вот видите, глянцевая. Надо было делать матовую вот эту поверхность. И все было бы отлично. Справа кнопка включения и качелька громкости. Тоже пластиковые. Вообще весь телефон сделан из пластика, кроме дисплея. Дисплей и стекло. Здесь у нас вверху разъем для наушников. Нету инфракрасного порта, как всегда бывает у Xiaomi. Здесь его нету. Есть разъем для наушников. Разъем для зарядки, динамик, микрофон. И с левой стороны у нас сим-лоток. Ну и, конечно, есть скрепка, чтобы открыть сим-лоток. Сим-лоток здесь должен быть 2 плюс 1, 2 сим-карты плюс флешка. Да, так оно и есть. Плюс он еще прикрыт уплотнительной резинкой, чтобы туда вода не забивалась, пыль, грязь. Это тоже хорошо. Дополнительная защита. Итак, вот такой комплект поставки. Кстати, был вопрос, наклеена ли пленка какая-то на экран. Давайте смотреть. Убираем эту пленку. И под ней ничего нет. То есть экран тоже у телефона не защищен. Это мне напоминает ситуацию с бюджетным Redmi 10A, с бюджетным Redmi 10C. Там тоже в комплекте нет ни чехла, ни пленки, ничего. Вот. И зарядка медленная. То есть это вот повторяет он концепцию вот этих дешевых Xiaomi-шек 22-го года. Что нам здесь написали? Poco C40. Здесь у нас установлен экран с диагональю 6,7 дюйма. Это действительно большой экран. Защищен Corning Gorilla Glass стеклом покрытием. 6000 мА аккумулятор. Вот это уже необычно, потому что сейчас стандартные телефоны имеют по 5000 мА аккумуляторы. Здесь уже на 1000 больше. Именно вот поэтому мне тоже телефон этот понравился. Он выделяется именно своим аккумулятором на фоне остальных моделей. 13 мегапикселей задняя камера с Night Mode, то есть с ночным режимом. И High Performance Octa-Core процессор. Здесь установлен очень своеобразный процессор, который я до этого не встречал. От неизвестного производителя. 8-ми ядерный процессор. Ну, он не очень мощный, конечно, но написали, что High Performance, типа, мощный. Окей, давайте мы его сейчас запустим. Как он запускается, я думаю, всем и так понятно. Просто зажимаем боковую кнопку включения и держим пару секунд, пока на телефоне не появится логотип. Зажал, держу. Внизу телефона... О, а что он не включается? Во, все, долго включается, ребят. Реально, надо очень долго держать кнопку, чтобы он включился. Внизу здесь вот и есть информация, где он делается. Design by Poco, made in China. Номер модели. Ну, покрытие, конечно, прикольное. Покрытие реально похоже на кожу. Вот реально. Прям прикольно. Мне нравится. Сканер, кстати, сделать могли бы, конечно, и в кнопке питания по более современному, но решили сделать на задней стороне. Ну, напоминает мне, он очень сильно напоминает тот же самый Redmi 10C. По своей эргономике, по своим вот каким-то там элементам, расположению элементов. MIUI. Работает на MIUI, конечно же. Так, все, я могу здесь лишнее прибрать пока. И этот телефон, конечно, будет брать в первую очередь своей ценой. Не характеристиками, а именно своей доступной ценой. Самый такой хороший, можно сказать, антикризисный вариант. На экране есть олеофобное покрытие. То есть, по экрану палец скользит хорошо. Отпечатки не остаются. То есть, такое, вы знаете, немножко чувствуется какое-то вот покрытие какое-то, что ли. Как по маслу так. Ходит палец. Не сказать, что прям супер гладко, но все-таки неплохо. Итак, телефон я запустил. Первое, что бросается в глаза, конечно, огромный вытянутый экран. И, конечно, вот этот подбородок. Как у всех бюджетных телефонов, большой, обширный подбородок. 6,7 дюймов. Ну, кому он подойдет? Кто часто сидит в телефоне, кто часто потребляет контент. Прям вообще заменяет телефон. Там, если человек у него компьютер, планшет. Вот самое оно. То есть, такое универсальное устройство. И посидеть, и поиграть, и поразвлекаться, и новости почитать. Ну, потому что экран большой. Но при этом экран здесь не самый топовый. Экран здесь дешевый. Он большой, но он дешевый. Почему? Потому что разрешение, во-первых, HD, а не Full HD. Поэтому пиксели, конечно, будут видны на таком большом экране. Но мне нравится здесь сразу по умолчанию какие-то крупные значки, какие-то крупные шрифты. То есть, все такое массивное, крупное, здоровое. Не промахнешься. Мне нравится, что все такое крупное. По яркости. У меня сейчас установлена максимальная яркость. Можно включить автояркость. И тогда телефон будет самостоятельно все регулировать. Вот такой диапазон регулировки. Вот он, минимальный уровень яркости. Так, сейчас. И вот он, максимальный. Ну, максимальный на IPS-экранах, конечно, проигрывает яркость тем же AMOLED-экранам. Но для дома этого вполне хватает. Для улицы на ярком солнце, может быть, немножко не хватать яркости. Но, во всяком случае, то, что я сейчас вижу, мне экран, например, больше нравится, чем на каком-нибудь даже более дорогом Redmi Note 11e. Там экран вообще блеклый. Здесь я не могу сказать, что он прям какой-то дико блеклый. Нет. Для этой цены, я считаю, экран вполне нормальный. Он на 60 Гц. То есть, не ждите здесь какой-то там крутой частоты. Нет, ребят, самое-самое простое. То, что сейчас есть, то здесь и применено. Из настроек прикольных можно поставить темную тему, можно поставить светлую тему, можно включить режим чтения, убрать синее свечение. Можно еще изменить шрифт. Можно поменять цветовую схему, цветовую палитру. Под себя настроить ее. Ну и, собственно говоря, все. Вот такие вот настройки банальные, простые на этом телефоне присутствуют. Разблокировка здесь осуществляется по сканеру. Сканер, кстати, в удобном месте находится. Особо тянуться до него не приходится. И я пытался настроить здесь разблокировку по своему лицу, но почему-то я не нашел этой функции. То есть, смотрите, обычно у телефонов Xiaomi здесь доступна разблокировка по лицу, по там какому-нибудь коду паролю, по сканеру. Здесь нету разблокировки по лицу. Почему так, я, честно говоря, вообще не понял. У всех телефонов это есть. Здесь я этого просто-напросто не нашел. Вот это очень странно для меня. Дальше еще что здесь из интересного. Какой Android здесь установлен из коробки? Мы сейчас посмотрим. О телефоне. И здесь вот тоже очередной такой минус, небольшой недостаток. То, что телефон вроде как новый. Вышел совсем недавно, летом 22 года. Но при этом здесь установлен почему-то еще прошлогодний Android. Хотя сейчас уже Android 13 должен выйти в скором времени. Здесь еще 11. Но почему нельзя было на новый телефон поставить сразу 12-й Android? Это же так круто было бы. Но нет, поставили 11-й Android и MIUI 13. Из коробки доступно около 40 гигабайт. Остальное занято системой. Я уже установил несколько приложений на этот телефон. И давайте посмотрим, что по характеристикам. Здесь установлен сверх необычный, сверх такой нетипичный, редкий процессор. Который называется GLQ-GR510. Я даже такого производителя не знал. Почитал про него. Это, короче, какой-то совместный проект Лидкора и Квалкома. То есть это какая-то коллаборация китайцев с американцами. Получилось вот это. Это сверх непопулярный процессор. Но в то же время он базируется на обычных ядрах Cortex-A55. Которые есть сейчас в каждом почти современном процессоре. Но они как в роли таких энергосберегающих слабых выступают. Здесь же все 8 ядер процессора. Они все состоят из этих ядер Cortex-A55. Это минус. Потому что здесь нет ни одного мощного ядра. Например, A75, A76. Здесь все ядра A55. Такая же компоновка, например, у Exynos 850 от Samsung. Который стоит там в Galaxy A12, A21s, в новом A13, 4G. То есть процессор здесь не очень мощный. Делается он, кстати, по 11-нанометровому техпроцессу. Видео ядро здесь идет Mali-G52. Хотя в спецификациях написано, что G57. В общем, это первый процессор. Процессор такой, который у меня встречается. Я его, конечно, протестировал. Но он не выдает сверх какой-то производительности. Он получается где-то на уровне Helio G35. На уровне того же Exynos 850 от Samsung. Ну, чуть мощнее Helio G25. То есть это слабый процессор. Как-никак. Как ни крути. Как ты его там не рекламируй. Но это слабый. Это не игровой процессор, состоящий из слабых ядер. Уже не топовый техпроцесс. Довольно уже тоже такой древненький. Набирает около 117 тысяч в Antutu. При этом не греется. Да. Что есть, то есть. И батарея во время теста просела всего на 1%. Нагрелся он до 31 градуса. Даже меньше. Мультитач. Здесь 10 касаний. 10 касаний. Все нормально. Все работает. На этом экономить не стали. По NFC. Есть ли здесь модуль NFC или нет? Вот это тоже большой такой вопрос. И модуля NFC здесь нет. Это еще один минус, который серьезно так ударит, наверное, по продажам этого телефона. Нет NFC. Ну, а кто-то скажет, а мне он и не нужен был. Скорость памяти, соответственно, тоже здесь не самая быстрая. Скорость памяти здесь eMMC. 242 мегабайта на чтение. 120 на запись. Ну, а троттлинг тест почему-то троттлит сперва в начале теста, а потом работает почти на полную катушку. Вот такой вот странный график. Geekbench дает тоже очень маленькие результаты. 160 баллов в одноядерном режиме и 590 всего в многоядерном. Так, вот я играю в PUBG. Что могу сказать? Когда бежишь быстро, то немножко как будто FPS падает. То есть чуть-чуть неплавно, как будто слайд-шоу. То есть видите, да, как он бежит, персонаж? Ну, неплавно, неплавно. Чувствуется, как будто FPS падает до 20 или 15 даже. А так, в целом, игра запустилась. Графика нормальная, красивая. Нужно было графику чуть попроще скачать, потому что тяжеловато телефону. А я скачал тебе HD-графику. Поэтому, когда бежишь, вот видно, что... Ну и во время стрельбы тоже не все как-то гладко. Все как будто через небольшое зависание, подвисание. Знаете, что еще заметил? Когда находишься вот в помещении в игре, да, например, в каком-нибудь доме, то все плавно, все нормально, все так хорошо идет. Но когда выходишь на открытую местность, и уже здесь больше объектов отрисовывается, да, вот здесь уже телефон начинает подтормаживать. Вот здесь уже, да, здесь уже чувствуется, немножко FPS падает. А когда находишься где-нибудь дома, в доме, или там в небо смотришь, вот тогда все поплавнее как-то. Вот такие вот, ребята, дела. А когда куда-то едешь, например, вот на мотоцикле, тут вообще такое чувство, что FPS 10 где-то отображается всего. Вообще все очень медленно. Вот смотрите при поворотах, да, какая картинка капец. Вообще. О, да. Особо не наиграешься. Кстати, вес этого телефона составляет 204 грамма, толщина 9,2 миллиметра, длина 170 миллиметров и ширина 76,6 миллиметров. То есть большая такая лопата. Особенно учитывайте, если вы купите чехол, стекло будет еще тяжелее, больше. В общем, к телефону придется привыкать. Задние камеры 13 мегапикселей, основная камера плюс 2 мегапикселя модуль для портретов, то есть это даже не макрообъектив, и 5 мегапикселей фронталка. Ну, вот такие вот здесь камеры супер простые. Менюшка камеры выглядит подобным образом. Здесь можно сделать фото, записать видео, профессиональный режим, где можно все вручную отрегулировать. Также есть портретный режим. И в пункте еще можем выбрать ночной режим, таймлапс, видеоклип и что еще здесь изменить? А, и добавить какие-то другие еще значки. Ну что, давайте сделаю сейчас пару фотографий на этот телефон. Ну что, поехали. Несколько фотографий. Расстояние примерно около 50 сантиметров до коробки. Попытка сфотать мелкий текст. Смотрим, приближаем. Ну, здесь уже текст размывается. Все-таки на таком расстоянии уже не сделать нормальную качественную фотографию. Это вот фотка самого себя в зеркало. Ну, то есть для 13 мегапикселей, я думаю, сойдет. Если не увеличивать картинку, то вполне неплохая фотка обычная получилась. Вот такой вот телефон Poco. Дальше. Это со вспышкой. Проверял, как работает вспышка. Вспышка работает корректно. Сфото в полной темноте. Алоэ. Все видно. Все четко. Нормально. Это вот, смотрите, эксперимент. Ночной режим фото и обычный авторежим. Да, ночной режим чуть посветлее, но не намного лучше. Все равно дом темный. Здесь все темное. Ну, в авторежиме все супер темное. То есть ночной режим чуть-чуть все-таки высветляет. Это фотография самого себя на заднюю камеру 13 мегапикселей. Кстати, еще одна особенность. Когда ты смотришь фотку, начинаешь ее увеличивать, она подгружается как бы частями. Ты прям видишь, как она подгружается. Сначала кажется, что не это, не четко, да, мыльно все. А потом раз-раз она подгружается и становится уже получше. Ну, здесь тоже такое среднее качество. Довольно блеклые цвета. Ну, короче, так, на четверочку. И вот такая фотка еще. Пытался сфотать баллон с текстом. Ну, здесь, кстати, неплохо. Здесь даже можно прочитать при желании. Пена профессиональная. То есть камера здесь все-таки не самая ужасная. Все-таки нормальная. Более-менее еще можно получить на нее особые, хорошие такие фотографии, если постараться. Ну, а фронтальная камера тоже, кстати, неплохая. 5-мегапиксельная. Но лучше, опять-таки, фотку не увеличивать, когда вы ее сделали. Не рассматривать детали, потому что деталей вы не увидите. Все мутно такое. Мутновато. Размытое. Вот. Так что вот такие вот камеры снимает он, соответственно, Full HD. Ни о каком там 4K речи быть и не может. Стабилизации тоже нет. HD либо Full HD. С фронтальной камеры тоже Full HD либо HD. Вот такой вот телефон по фото и видео возможностям. Ну, соответственно, здесь зум тоже очень маленький. Всего лишь 8Х цифровой. И, конечно, он портит очень сильно качество фотографий. Если что-то на него сфотать, вот что получается. Хотя не, хотя даже вот с такого расстояния даже и неплохо. Самое главное достоинство, это, конечно, аккумулятор 6000 мА. Наконец-то они сделали аккумулятор не 5000, как у всех, а, ну, реально лучше. Реально лучше и больше. И, соответственно, такой телефон будет очень долго держать. Возможно, даже 3 дня, если использовать режим энергосбережения. Ну, и если там побольше Wi-Fi и поменьше мобильного интернета, это 3G, 4G. Телефон не поддерживает 5-го поколения сети, только 3G и 4G. Wi-Fi, Bluetooth, все это есть. Вот, 6000, аккумулятор несъемный. При этом телефон, ну, не сказать, что прям сильно толстый. Да, примерно сантиметр, но это еще нормальная толщина. Но зато автономность реально классная. Реально классная. Ну, и заряжаться такой телефон будет очень долго. С зарядкой 10 Вт, аккумулятор 6000, заряжаться будет долго. По музыке. Здесь установлен один динамик, не стерео. Давайте послушаем качество. Максимальную громкость сделаю. Она уже стоит. Качество нормальное. Знаете, качество звучания хорошее, но вот громкость, кажется, такое чувство, что ты выставил ее не на максимум. И хочется прибавить еще и еще. А потом ты осознаешь, что громкость уже на максимуме, больше не прибавляется. Я считаю, что динамик здесь тихий. Тихий, нормальное звучание, но хочется реально прибавить еще. Это даже дома, сидя дома. А что будет, если в шумной обстановке? Лучше слушать музыку в наушниках через этот телефон. Итого, что я могу сказать про Poco C40. Конечно, телефон не для всех. Конечно, это, можно сказать, шаг назад в сравнении с такими телефонами, известными, как X3 Pro, X4 Pro. Но это другая линейка, как я понимаю, это бюджетная линейка, модель C. То есть, это самое простое, что есть. До 10 тысяч. Какие есть плюсы и минусы? Ну, во-первых, плюс. Можно отнести к плюсу то, что здесь разъем Type-C для зарядки. Это уже плюс. Что есть в комплекте зарядка хоть какая-то. Кабель, зарядный блок есть в комплекте. Также аккумулятор. 100% аккумулятор, 6000 мА. Для тех, кому важна в первую очередь автономность, а не какие-то циферки в Antutu, не фотокамера. Здесь шикарная автономность. Также здесь большой экран. Большой, но простой. Пиксели видно, но если вы нетребовательный гражданин, если вы там не высматриваете пиксели, не смотрите там частоту обновления, чтобы у вас было идеальное 120 Гц, можно взять такой телефон. В играх он себя показывает средненько, да? Немножко подтормаживает. Вот в PUBG неприятно мне было играть, потому что, ну, реально слайдшоу. Лучше играть на пониженной графике, либо в какие-то более простые примитивные игры, которые не требуют таких серьезных ресурсов, да? Ну, а так, в целом, минус еще какой? Нет NFC. Вот надо было сделать NFC, я думаю, было бы немножко поинтереснее. И тиховатый динамик. Как мне показалось, динамик слишком тихий на этом телефоне. Хочется бы... хотелось громче. Из плюсов могу выделить классный дизайн и приятную поверхность задней крышки. Но за исключением вот этой части, потому что она быстро ляпается, на ней наверняка будут быстро оставаться царапины мелкие, потому что это такое очень нежное покрытие. Глянцевый пластик лакированный, черный. Ну, вот посмотрите. Ну, я не знаю, видно здесь или нет, но он уже весь заморотый. Что с ним будет после года использования? Он будет весь в мелких царапинках. Надо было его делать тоже матовым. Решили выделить. Ну, хотя бы хорошо, что не всю крышку закатали вот такое покрытие, а сделали что-то более интересное. В общем, ну, смотрится прикольно. Смотрится, во всяком случае, не на 10 тысяч, а смотрится, ну, поинтереснее, да. Даже вот так вот увидишь такой телефон, и мне кажется, люди начнут интересоваться, что это за модель такая, что это за бренд такой. Особенно вот в этом цвете он так еще необычно смотрится, как-то прикольно. Как детская игрушка такая, я не знаю, как реально игрушечный телефончик. Прикольно. Так что, ребят, вот такое какое-то мнение у меня сформировалось. Могу советовать реально людям, ну, которым нужен недорогой, надежный телефон, просто пользоваться самыми простыми приложениями. Ну, такой очередной бюджетник. Опять-таки, надо в него деньги вкладывать. Надо опять купить чехол, пленку. Но это все недорого будет на этот телефон, я уверен. Телефон недорогой, здесь аксессуары тоже вряд ли. Надо будет покупать какие-то супердорогие из натуральной кожи чехлы. Нет, самый простой силиконовый чехол, самое простое дешевое стекло. Бац, 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 и поехал. И все нормально, и работаешь. Вот. Инфракрасного порта нет, жалко. У Xiaomi, у всех телефонов есть. Удобно иногда вместо пульта использовать. Здесь его нет, тоже сэкономили, немножко убрали его. Вот. Ну, такая вот модель вообще сильно напоминает Redmi 10C, но Redmi 10C даже поинтереснее будет за счет более быстрого процессора, за счет того, что там есть версии с NFC, за счет того, что там уже более быстрая память установлена. Все-таки Redmi 10C, наверное, на одну ступенечку повыше, чем Poco C40. Но Poco C40 лучше, чем Redmi 10A. Вот такая вот сейчас получается градация. Наверное, он сейчас второй вообще из линейки Poco по такой, ну, начального уровня. Он второй по простоте. Самый первый, самый простой, это, наверное, Redmi 10A, если не считать Redmi A1, вышедший в Индии. Вот. Потом уже вот это, наверное, идет. Ладно, всем удачи, всем пока, чао. Продолжение следует...